Не забываем, что при солнечных ожогах необходимо употреблять большое количество питьевой чистой воды. Это позволит воспрепятствовать обезвоживанию как всего организма, так и участков тела, которые были обожжены. Также очень хорошо вовнутрь принять несколько дней, 4-5 дней, а можно и неделю, витамин Е. Он необходим для дополнительной помощи организма при регенерации нашей кожи. Очень хорошими средствами для снятия зуда, покраснения и так далее являются прекрасные народные средства в виде кисломолочных продуктов. Итак, что можно применять и при каких обстоятельствах? Можно применять для лечения солнечных ожогов кефир, кислую простоквашу, желательно домашнего приготовления. Очень хорошо будет помогать сметана. Первое, сметана может быть более-менее густая и не сильно будет стекать. Но желательно все эти продукты наносить именно не на спину, а на полотняную салфетку и потом уже этой полотняной салфеткой накрывать человека. Не забываем, что если ожоги очень сильные и образовались болтери, то эти все средства могут иметь и обратный эффект. И ими пользоваться ни в коем случае. Хорошим средством от солнечных ожогов или от последствий солнечных ожогов является и такой прекрасный рецепт. Возьмите картофель, сварите его в мундире, если участки большие, сварите несколько картофелин. Две, три, пять, шесть картофелин, то есть сколько нужно. Сварите в мундире, так сказать, в кастрюле, осторожно выньте, удалите шкурку и на блендере или в крайнем случае вручную перемелите его на пюре. И добавьте в него побольше, примерно 50 на 50 сметаны, хорошей сметаны. Все это хорошо перемешайте и осторожно слоем где-то в 2-3 миллиметра нанесите это пюре на обожженные участки вашего тела. Очень хорошо такое пюре помогает и на ожогах на лице, солнечных ожогах на лице. Только, конечно же, пюре должно быть, вернее, эта вся консистенция должна быть охлаждена до комнатной температуры. Ни в коем случае не ложите ни горячее, ни хорошо теплое пюре со сметаной на свое тело. Очень хорошо при ожогах помогает и такой очень простой, но очень эффективный народный рецепт. Возьмите хороший картофель, сырой, и потрите его на терке. Если участки небольшие, пораженные, например, лицо, то вам хватит один картофель. Если участки большие, конечно, нужно несколько картофель. Одна, две, три, четыре, пять. Потрите его на стружку, желательно на очень мелкую, если на терке есть очень мелкая. Очень мелкая фракция, потрите на самую мелкую фракцию. И потом осторожно разложите на кожу. Очень эффективный такой метод. И при аллергии на солнце. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»